Тема упаковки очень важная. Перед тем, как делать какие-то практические задания, важно понять, где и как мы сможем эту историю применять. Я всегда за то, чтобы разобраться, чтобы системно все понять, где оно находится и как оно дальше будет применимо. Буквально одну минуту о себе. Меня зовут Станислав Орехов. Я руководитель системной студии дизайна, то есть я и творческий, и системный человек. И, соответственно, все, что я делаю, я стараюсь это увязать в некую историю, которая работает не только как в творчестве, как непонятно для результата, но любой результат для меня не только сам результат, но и конкретный, получается, порядок работы. Почему это важно? Потому что я хочу передавать все вещи, которые я делаю, в том числе и упаковку на других людей. И в любой задаче я вижу как раз-таки решение. Это понимание, где оно находится, описание их классификации, да, вот то, что мы обсуждали, и определение, то, что тоже делали, и дальше уже практика, как это делается. Вот сейчас мы перейдем вот к такой теории, и потом в конце, я думаю, мы сделаем практические упражнения. Я включу проектор, и мы сможем прям вместе с вами покреативить, вы поймете, как это делается, и сможете уже в дальнейшем для себя доделать некую инфу. Очень важная вещь – это структура, как я сейчас сказал. Что такое структура? Структура – это система студия, которая позволяет не самому каждый раз что-то делать, а каждый раз расписывать процессы, все, что я сейчас сказал. Для чего это нужно, самая главная вещь? Она заключается в том, что благодаря структуре с нами могут работать крупные компании. И в том числе Николай об этом говорил, я это точно подтверждаю. Я оформлен как индивидуальный предприниматель, и при этом я работаю с Москвой-Сити, я сделал три больших объекта. Я сделал там для Сбербанка, Аэрофлота. В общем, все крутые ребята не стесняются работать с такими, как мы, да, не оформленным там какой-то ООО большой, с большим количеством людей. В одном случае, если мы показываем, то есть это инструмент продаж, хорошая упаковка, в том числе инструмент продаж, и мы показываем, что мы готовы, у нас есть система. То есть, по сути, продаж заключается в чем? Что приходят на тендер разные компании, и мы показываем, что мы более подготовлены к любым практическим предприятиям. На качество, в принципе, сильно никто не смотрит, хотя у нас тоже хорошее. Но одной из ключевых тем работы с крупными подрядчиками, вернее, с крупными заказчиками, как надежный подрядчик, это умение показать, что за тобой стоит система. Вот то, что Николай тоже рассказывал, не обязательно большое количество людей плодить, система достаточная. Мы просто, по сути, показываем, как мы решаем какие-то вопросы через упаковку. То есть, это очень важная часть. Если вам это актуально, если вам актуальны большие тендеры, делать, выигрывать и работать, это отлично работает. Так, давайте к определению перейдем, потому что самое важное понимать, собственно, что мы изучаем. Что такое упаковка? Как вы думаете? Давайте все. Саш, давайте по очереди. Как думаешь, такое упаковка? Формулировку, определение. Упаковка – это упаковка. Да, спасибо. Упаковка – это упаковка. Илья, как думаешь? Ну, это, наверное… Определение, значит, задача… Упаковка – это упаковка, описание твоих навыков и умений, твоих плюсов для клиентов. Супер. Еще у кого-то? Как думаете? Отражение сильных сторон, понятно, что это упаковка. Отлично. Еще? Книжний образ, который воспринимает заказчик, компания, клиенты. Отлично. Который можно улучшить или эспортить. Супер. Форма подачи. Форма подачи. Чего? Подачи чего дальше? Товара. Окей. Давайте определение сейчас запишу. Смотрите, это мое определение. В целом оно может быть разное. Я сейчас буду свою систему рассказывать, координаты. Вы к ней можете присоединиться, ее также использовать, либо расширить, как угодно. Так, упаковка. Что это такое? Это демонстрация. Я значками буду рисовать. Не пугайтесь, мы уже все умеем. Это демонстрация. Здесь каждое слово важно. Ключевых. Кто опоздал и конец. Давайте так назовем. Свойств. Да? В мире. Глобус такой нарисую. Клиента. Упаковка. Это демонстрация. Ключевых. Свойств. Ну, товара, услуги, человека, объекта. Давай назовем так объекта. Свойства объекта. В мире клиента. Я бы еще добавил на понятном ему языке. Да. Сейчас мы к этому перейдем. Чтобы было все понятно. Сейчас второй слой сделаю другим фломастером. Итак, определение. Что такое демонстрация? Что такое демонстрация? Ну, что, как вы думаете? Давайте включайте, мы сегодня просыпаетесь. Показ. Как это физически может выглядеть, демонстрация? Можно видеть в виде текста, в виде образа. Точно. Текст. Образов косвенных. Я вот так вот нарисую. Графика. Что такое образы косвенные? Это значит, что там твои ценности, например, или какие-то показатели. Да, как их можно физически показать? Ну, я понимаю, что ты говоришь, то есть это мысли некоторые. Как их физически можно показать? Фотографии. Фотографии, да. Наша задача перейти к физическим носителям, потому что как бы в душу мы человеку не залезем, да, и в голову. Наша задача показать, как это можем в физическом мире воспроизвести. Смотрите, текст, правильно сказали, картинки, правильно сказали, видео. Что еще может быть? А цвета не похожи? Нет. Цвет – это локальная история, нам нужен конкретный продукт. Дальше давайте скорее выступление. Все верно. Артефакты. Сейчас так выступление, как мы нарисуем. Чувак вот так вот выступает с микрофона. Что еще? Артефакты – это что такое? Артефакты – это часы, машины, на чем ты приехал. То есть это имеет значение, как достучайшие с людьми. Да, да, это все внутри. То есть ты можешь показать часы текстом, сказать, у меня крутые часы. То есть это внутренности. На видео показать, лично встретиться, спикер одет круто. То есть это внутренности. Форматы. Здесь мы сейчас форматы смотрим. Какие форматы бывают? Илья. Очень любимого, очень любимого. Проекта имеется в виду. Ну, форматы, где мы можем взаимодействовать. Взаимодействовать человеком. Смотрите, что еще может быть. Один на один может быть. Ну, то есть продажи один на один. По телефону, по чату. Я еще ставлю такой формат, как интервью. То есть тоже в целом формат взаимодействия. Может быть, еще есть какие-то. То есть мы можем придумывать любые форматы. Идея понятна. Что мы физически, в физическом мире должны как-то паковать. Это у нас была упаковка. Демонстрация. Ключевые. Ключевые. Что такое ключевое? Ну, чем мы отличаемся от конкурентов. Компетент. Да, компетент. Почему ключевое очень важно? Потому что у нас очень много всего, что мы знаем, делаем, умеем. Это очень важно. Но мы должны выбрать именно ключевое на данный момент, который происходит. Согласны с этим? Все понятно, записывать не буду. Товары, услуги. Ну, то есть, собственно, это они и есть. Это ключевые товары, услуги. Это вместе закодировано. В мире клиента. Вот то, что Саша говорил, очень важная история. Почему это важно? Потому что все это дело мы можем показать, рассказать только в том случае, если у нас есть клиент, то есть это аудитория. Да? Аудитория. И его мир. Что такое мир клиента? Его зрение, его язык. Да. Да. То есть, чтобы он нас понял. Ценности. Да, ценности. Да, ценности. Вот. Соответственно, вот эта вся история работает, если у нас соблюдены все эти параметры. Исходя из этой формулы, что мы можем понимать о упаковке? Ну, если, например, у нас упаковка все сделана супер, но там на картинку, например, с доходом 100+, а мы живем в городе и продаем живую, где доход у людей, например, 30+, то 30 минус, то упаковка, когда мы живем в городе, то есть будет, если какое-то несовпадение, она не сработает. Да, логично. Второе, что мы понимаем, это то, что если мы меняем что-то, у нас получается другая упаковка для любой аудитории. То есть, в целом, вот эта формула, по которой мы составляем. Сейчас поймем, почему это важно. Давайте следующую часть. Переходим к второй части, не к второй, как бы к формуле, да? У нас есть тема вообще в целом какая-то, не знаю, эзотерика, дизайн, инвестиция, что угодно. Дальше у нас, мы ее выбрали, тема, ниша. Дальше у нас есть что, продукт какой-то наш, который мы продаем. И потом у нас есть ключевые свойства продукта. Ну, это можно обвести вот так вот, наверное, по модным тем самым свойствам. Вот эта штука у нас, ключевые свойства, это то, чем мы отличаемся от конкурентов. То есть, здесь конкуренты у нас могут быть, да, здесь, соответственно, по теме тоже могут быть. Нам наша задача вот это вот вытащить, чтобы оно сработало. Так, демонстрация была, окей. Следующее, это мир клиента, давайте разберем. Что это такое? Я уже об этом говорил несколько раз. Мир клиента, это что его? Страхи, что у него внутри, да? Желание, что он хочет. Третье, это стереотипы. И четвертое, это цитаты. Тут очень могут быть много разных делений, я их тоже делал, но в итоге я пришел к этим основным параметрам. То есть, тут вопросы могут быть, пожелания, еще что-то. Но вот в целом, вот это самое важное нам нужно собрать для того, чтобы у нас была описана аудитория. Понятно с этим всем? Не надо объяснять? Цитаты. Цитаты, это то, какими словами клиент говорит. Мы это не придумываем, это нам нужно для того, чтобы быть с ним на одной волне, настроиться. Это могут быть какие-то, ну, короче, только как он скажет. То есть, мы так сами не придумываем. Выражение смысл, это чисто язык, да. Да, это могут быть даже термины какие-то, если мы там для бутеров что-то делаем, то есть, какие-то свои вещи. Там, вот, как вчера тоже рассказывали, там, какая-то формула непонятная, да, люди это знают. Страхи, желания, стереотипы. Понятно, что такое? Ложные убеждения, критически важно прямо их собрать. Это мир клиента. Мы его изучаем. Давайте, вот у меня еще тут подсказки были. Страхи. Такая штучка у нас была, желание. Что хочешь, чтобы запомнить лучше. Цитаты, ну, по сути, кавычки. И стереотипы, как я зашифровал, а никак не смог стереотипы зашифровать. Я только что зашифровал. А? Я только что зашифровал. Как? Такой магнитофончик, а под низом типа написано. Типы. Стереотипы. Окей, стереотипы. Так, дальше. Это мы разбираем определения, понятно, да, ключевые? То есть, каждую часть мы сейчас расписываем из определения. Почему это важно? Потому что мы записали определения, и теперь понимаем, на что мы можем влиять. Это что, вот так? Это на этой формуле расписывается. Да, рука закрывает. Обнаружил, что есть желание, и есть тайные желания. Ну, это сюда же. То есть, тайные, не тайные. То есть, мы их проанализировали, тайные, не тайные, это все туда. То есть, что они хотят. Тайные или явные, это уже как угодно. Глубина там может быть любая. То есть, там исследование. Дальше. Кого я нарисовал? Что это у него там? Хвостик я нарисовал, это кодирование аватара. Ну, то есть, клиент превращается в аватар. А еще коса же. Ну, окей, с косой. Я забыл такую деталь. Аватаров у нас могут быть несколько. Откуда они у нас идут? Логично, что у нас есть страхи, желания, стереотипы, цитаты, они разные. С клиентом разобрались. Самая важная мысль из всего этого у нас какая? Какая у нас должна быть упаковка, когда мы пишем ее? Самая-самая главная мысль. Упаковка у нас не… О ком упаковку у нас? О нем. О нем, да. То есть, когда мы пишем текст о компании, мы пишем не о себе, как бы странно это не звучало. Мы пишем о клиенте, в мире клиента, для клиента. То есть, идеальный рассказ о себе, это не рассказ о себе, а рассказ о той пользе, которую мы ему принесем. То есть, вообще все о нем. Значит, это о клиенте. Мы это сейчас будем помнить, держать в голове и на практике попробуем сделать. Дальше. Как можно еще… Это на 4, да, 4 балла, 4 с плюсом. Это вот прям клево делать. Как сделать на 5, чтобы прям вообще было идеально? К этому не сразу пришел, но это очень важная вещь. Она соответствует с… Опять, с миром нашего клиента, да? И с входом. То есть, идеальная упаковка будет, когда он не только для него, о нем, но и это является входом вообще в наш мир. То есть, по сути, это ворота. Упаковка – это ворота в наш мир. Рассказывая о чем-то, мы показываем ему еще зацепки какие-то разные, да, в которых он может увидеть что-то еще более значимое для себя. Решая одну проблему, описывая одну ситуацию, мы показываем глубину, насколько у нас можно еще многому научиться и что еще можно увидеть. Что это значит? То, с чего я начал. Помните, как продать, собственно, крутую историю? Показать, что у нас не просто решение, у нас система. У нас система, которая решит его все проблемы. Это можно и нужно делать в каждом элементе упаковки для каждого типа. Что это дает? Это дает, по сути, у нас много упаковок, да, мы понимаем, могут быть разные, но в каждой у нас есть зацепки, чтобы клиент с любого уровня пришел на любой. Вот этот микс очень важен. Понятно с этим? Давайте объясню. Это прям очень важно. Это аватары. Вот аватар клиента. Они могут быть разные. Разные аватары. Мы сейчас разберем их тоже. То есть у каждого разные, да? Есть начинающие, есть профессионалы, есть опытные. Дальше вторая мысль, что идеальная упаковка не о нас. Мы не пишем о себе, мы пишем о клиенте, исходя вот из этого аватара в упаковке. То есть текст о компании будет не о компании, текст о компании будет о том, как мы помогаем таким-то клиентам делать то, то, добиваться таких-то результатов, какие стратегии, детали и варианты у нас есть для того, чтобы им помочь. То есть мы не пишем ни в коем случае, там родился, вырос и так далее. Ну как бы в тексте о компании, в тексте то, что Саша предлагал, это другая упаковка для другого типа клиента, там это пишем. То есть нам нужно по категориям понимать, не по категориям, по словам, по квалификации понимать, какую часть мы сейчас делаем. Сейчас мы до этого дойдем и научимся это делать. То есть как только мы понимаем задачу, что для кого и как мы упаковываем, у нас тут же получается формула. Вот эта мысль понятна? Нет. Мысль заключается в следующем, что когда ты упаковываешь, допустим, для новичков, что-то рассказываешь, показываешь, ты еще даешь, что у нас есть еще дальше. То есть, а вообще, ну так как бы намекаешь, да, а вообще у нас есть целая система, в которой ты можешь пройти целый путь. Это ты как бы вскользь делаешь, да, как часы дорогие показываешь, вроде как вот там просто так. Помните, ну такие темы, да, когда ты упаковываешь себя как супер. Эксперты не говоришь, смотрите какие у меня часы. Ты как бы так вот случайно, да, или ты на Феррари случайно едешь где-то. Ну как бы, не сама цель, но человек за это цепляется. Это второй уровень. Понятно это? Супер. Так, и, соответственно, задача, вот я сейчас нарисую вот этого всего мероприятия, вход. То, что на пятерку делаешь, показать систему, что у нас есть система. Запомните очень важную вещь, человек системный, то есть человек или компания, которая не только что-то одно делает, она гораздо более выгодным положением находится. Ну, недаром там Google, Яндекс, Ютуб, все ребята, которые работают в Facebook, они создают свою экосистему. В целом мы так же делаем. Наша задача что сделать? Взять клиента и обеспечить его всем сервисом максимально возможным. То есть это как бы в идеале. Ну поэтому я сказал, что это на пять плюсов, кто уже как бы далеко идет, кто хочет. Но помните об этом всегда. Это просто несложно, это делается параллельно. Когда вы будете описывать, мы сейчас будем описывать, можете спокойненько это параллельно делать. Объясняю. Так, следующая история. Мир клиента. Еще одна штука. Инструменты. Какие у нас есть? Это я сейчас запишу, потому что это нам понадобится, когда мы будем составлять свою историю. Инструменты, которыми мы пользуемся. Первое. Классификаторы. А сколько будет? Сколько будет, их будет семь. Такая классификация. Только что мы поговорили об этом. Собственно, где мы находимся, в какой части. Должны понимать, для какого аудитории что мы делаем. Второй инструмент. Это... Ну, собственно, классификаторы, это структура и связи. Второй элемент, это абстрактное и конкретное. Я не закодировал, но можете закодировать. Это технология, которая позволяет нам, когда мы видим любое абстрактное слово, перетаскивать его в конкретику. Задавать вопросы, а что это значит. Мы очень часто это опускаем, когда делаем описание себя. Но, конечно, все понятно. И абстрактные понятия мы... Собственно, это главный инструмент, как перевести то, что у нас в голове, на язык клиента. То есть это такой язык, сито, то, что ты говоришь, наверное, вот это. А может и нет. То есть когда ты видишь что-то одно, и ты это пишешь, но клиент это не видит. Наша задача через фильтр пропустить и написать, как видит клиент. Это вот очень важный инструмент. И им просто тупо надо научиться пользоваться. Сейчас я буду показывать, как это выглядит в жизни. Третье сокращение. Текст маленький, гораздо выгоднее, чем текст большой. Выгоднее уже в финальном продукте. Оно в описании для своих сотрудников. Там можно большой текст. Там есть два формата. Внешний и внутренний упаковка. Вот внутренний может быть любая. Это просто материал ТЗ для подрядчиков. А внешний, она обязательно короткая. Сокращение. Как сокращение делать? То, что мы проходили на курсе. Собственно, то, что мы маркером подчеркиваем, остальное все можно выкинуть. Остальное влада. Просто выкидываем и нещадно, и все. Чем короче, тем лучше. С этим связана еще одна штука. Когда Саша показывал замечательную историю, как выглядит идеальная формата упаковка. Это фотка. Это заголовок, отвечающий на вопрос. И это подпись к фотке. Это вот формат единица смысла. Идеальная упаковка, она даже без текста, она картинками, человек сам делает выводы. Фото, заголовок, а что ты еще делаешь? Заголовок, фото и подпись картинки. Три элемента всегда. В общем, ты сейчас сказал такую вещь правильную. Человек сам делает выводы. Да, конечно. Все это понимают. Некоторые оценки, типа, вот какие мы хорошие. Люди не все это понимают. Ко мне просто подходили и спрашивали, вот такая упаковка. Нет, у тебя тут оценка, тут оценка, тут оценка. Не понимает автор или клиент, а клиент понимает. Ну, автор. Автор. Ну, значит, ему надо послушать лекцию, и все будет понятно. Собственно, сейчас в конце мы это все поймем. Четвертое. Короче, вот это идеальный формат. Но то, что мы будем сегодня писать, я вам буду… То есть надо разделять внешнюю и внутреннюю. Вот это внешняя, а внутренняя другая. Внутренне, наоборот, куча текста, 20 страниц текста. Понимаете? Плюс пачка картинок. Это то, что мы должны подготовить. Вот это наша работа. Это не наша работа. Нет. Сейчас я приведу… А, ты хочешь сказать или спросить? То есть, например, если фото, там, например, выступление, там, я и 60 человек, которые у меня учились на это фото, сверху, там, хочешь стать тренером, и внизу, там, кто я и ссылочка. Ну, можно так, да. То есть если твое… Что-то отражает? Да, да, да. Картинку, что они получают? Заголовки ты прописываешь от клиента. То есть, что ты хочешь ему продать. Если хочешь стать тренером, то да. Если ты хочешь инвестору продать, то вот я тренерю, вот мой зал. Я собрал там 50 человек под 15 тысяч рублей. Какую тему ты хочешь прогнать, то ты пишешь… Да, а фотку ты используешь много раз. Отличная история, да. То есть, фотку ты можешь перевернуть факты. Не факты, а изображение ты можешь перевернуть как хочешь. Собственно, это и есть ключ ко всему. Мы готовим инфу, мы готовим кучу фоток. Это уже до конца практически дошли. Готовим материалы, отгружаем это сотрудникам и мы даем им ключ к аудитории. То есть, баннеры для рекламы раз. Не важно, форматы вообще не важны. Сейчас дойдем. Понятно вообще-то, интересно стратегию? Окей, дальше. Сокращение сказали, следующая история. Партнер. Можно без партнера, но я рекомендую. Николай тоже об этом говорил, что ему важно кому-то что-то наговаривать. Это прям офигенный инструмент, когда ты просто кого-то сажаешь, ну, желательно кого-то умного, который тебе будет задавать тупые вопросы. Разные. Вытащить очень много можно. Это прям можно x2 или 3. Можно одному сидеть рожать, а можно с кем-то посидеть. С кем-то, кто обладает интеллектом. Вот просто. Ну, то есть, совсем там дети или там не подойдут. Так, следующее. Это 20 вопросов. Я их вам дам. Были такие всякие истории. Там у BMW, по-моему, есть 150 супер тем или 150 вопросов в упаковке. Блин, ну это застрелится. Ну, то есть, это очень много. И, по сути, они повторяются. Для чего они нужны? Они нужны для того, чтобы... Там не всегда все случаи жизни. Да, да. Смотрите. Это все нужно, это все круто, конечно. Но они, получается, соединили все типы аватаров, все типы позиций, вообще все в одну кашу. Мы, пользуясь мозгом и принципом декомпозиции, мы разбили просто это по частям. Если мы делаем упаковку компания, у нас 20 вопросов. Если мы делаем упаковку себя, 20 вопросов. То есть, в итоге будут те же 150, но по разным категориям. И нам не надо каждый раз нам человека мучить, получается. Плюс у нас есть партнер. Вот эта история. И партнер, получается, вот эти вопросы, он задавая дополнительные вопросы, по сути, ну, либо задавая другие какие-то вещи, он это умножает нам тоже на 2, на 3. Поэтому у нас, получается, из 20 гораздо больше. Можно вытащить в более короткий формат. То есть, заполнять 150 вопросов займет 2-3-4 часа, а заполнять 20 вопросов с хорошим партнером, тренером займет, наверное, минут 40 час. Сколько мы делаем? Минут 40. Минут 40. То есть, просто тупо экономия времени. Шестое. Это, собственно, мир клиента. Нам надо знать, какие миры бывают. Так вот нарисую. Под какими стереотипами, углами взора они все смотрят. То есть, это мы должны знать, провести заранее. Седьмое. Это Чалдини. Наш любимый. Наше все. Психология влияния. А Шокерман они используешь? Ну, я условно говорю, может, что угодно использовать. А Шокерман это, по-моему, по копирайтингу, да? У Чалдини просто базовые принципы. Семь они есть. Базовые принципы все помнят семь? А если не помните, прям вот закодируйте их. Закодируем сейчас или не будем тратить? Да. Опа. Само-само низу. На все это есть. Короче, это вообще база. Без нее. Если мы будем это знать, и не то, что будем, нам надо это знать, потому что вот используя эти инструменты мы будем прям писать сейчас. Ну, что ж такое. Давайте на память. Их семь. Взаимообмен? Да. Щелк и жал. Щелк и жал, это не принцип. Это, ну, вернее, это не, это как, это объяснение, почему это работает. То есть там стратегии нет. Обмен, да. Не подглядывайся. Так, давайте по памяти попробуем. Я тоже, как бы, сейчас кодирование попробуем вспомнить и запомнить мне всегда сразу же. А может еще это первое что? Взаимный обмен. Вот две руки я нарисовал. Стас, можешь еще написать? Стас, ну нифига нет. Да, давай. Вот, хочешь, получил деньги? Да. А там разве нет. А разве нет? Стекеры, первое. Второе, что еще есть? Вспоминайте. Я, кстати, вчера записал, закодировал и запомнил все наизусть. Второй путь рекомендую запомнить. Последовательность А, Б. Последовательность человека. То есть если ты сказал, да, мне интересно, окей, тогда я тебе буду продавать. Ну, последовательность всегда идет. То, что продажники используют. Третья история. Что еще есть? Принадлежность группе, сообщество. Пука страсть идет. Еще. Давайте включайтесь. Эксперт, да. Авторитет. Авторитет. Чувак, на трибуне. Кодируйте обязательно историю. Еще. Я сейчас рисую, вы отгадаете. Они однорукие? Вот с двумя. Лидер какой-то. Ну, там был такой пример, когда все смотрят наверх, и ты посмотришь наверх, что там они смотрят. А, отлично. Как? Стабильный инстинкт. Стабильный инстинкт. Социальные доказательства. Дефицит. Пицца один кусок остался. Либо сейл, либо последний у вас 15 минут оформить заказ. Да? Дефицит. Седьмое. Восемь получится, что ли? Восемь, наверное, получится. Взаиморасположение. Как раз еще. Сейчас. Восьмое. Взаиморасположение. Взаиморасположение, это когда ты просто симпатичный, у симпатичных людей лучше покупать. Если ты мне нравишься, если ты с моего города, у тебя больше доверия. У тебя лучше, ну, скорее купят. Почему работаете? У тебя есть там кто-то там из твоего, из твоей деревни, кто это там делал. Так, и последнее здесь, это... Семь, можно земляк. Да, земляк, земляк. Я такой, как ты, да? Да. Пять, шесть, семь, восьмой. Восемь получилось. Восемь это, ну, вот последнее оно включилось, да, получается. В чал-дене нет сообщества. Вот, да, сообщества нет, я сюда просто добавил. Просто это очень важно. Не знаю, почему у него нет. Принадлежность группе? Да, именно принадлежность группе. А восьмое? А восьмое это использование такого свойства, как перегруженность информации, инфа. И, как бы, ты не можешь принять правильное... Ты принимаешь решение на основе одной истории какой-то, а остальные не учитываешь. То есть у тебя есть вся система, но человек не смотрит на всю систему. Он ищет подходящие себе элементы и с ними работать. По первому признаку, который его цепанет, он принимает решение. Это очень полезно. А как это описать в термине? Ну, вот, перегруженность информации я инфа написал. Перегруженность информации. А у меня сейчас как-то написано, интересно. А я же не кодировал, да. Попробуйте вот инфа и зачеркнутая перегруженность информации. Разложни, пожалуйста, еще раз этот термин. Термин заключает... Смысл в чем? Давайте термин, как называется, я до конца не помню, но не в этом суть. Смысл в чем? Что когда у тебя перегруженность информации, нет времени, да, ты ищешь и принимаешь решение по первому признаку. То есть ты смотришь, силуэт условно автомобиля едет какой-то гоночный. Да, ты не думаешь, что там у него под капотом и что это за машина. Ты думаешь, наверное, эта машина быстрая. Ну просто у тебя так уже заложено. Ну вот, так же и здесь. Ты читаешь текст и ты понимаешь, что, ну, допустим, для тебя является важным фактором, что человек там хорошо одет, у него дорогие часы. Ты на другое не будешь смотреть. Хотя другие, они уже как бы автоматом идут такие же, качественные. Ты по одному качеству ценишь другие. Вот это очень важная история. Это мы используем. Отработать все свои атрибуки, чтобы они ходили и люди лишнего возраста? Как это использовать, это по-разному можно. То есть просто пока мы говорим про принципы, что вот это у нас есть. И в чем заключается? Когда мы описываем текст, мы должны использовать как можно больше этих принципов. Чем больше, тем лучше. По сути, все наше описание, оно основано на клиенте. И как мы можем продемонстрировать всю эту историю. То есть описывая себя, мы описываем, что хотим, что даем, какую пользу несем клиенту. И включаем вот эти вот все триггеры. Тогда у нас будет продающее описание, продающая упаковка. Принцип контраста сюда куда-то выходит? Принцип контраста. Ну, наверное, можно еще дописать. На самом деле их можно много чего дописать. То есть там дофига их, штук 20, наверное, точно есть. Но вот это базовое. Что такое принцип контраста? Там были примеры, когда дочка писала маме письмо, типа я там вообще заболела раком, беременна, и все такое. Куда там укурилась, ушла из института. Но в целом у меня все хорошо, просто на тройку знали экзамены. Да, 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 да. Ну, вот это вот базовое для влияния у него так описано. В целом можно их еще куда-то либо разнести, либо отдельно дописать, кому удобно как. Я расписал для себя 20 где-то разных принципов. Ну, то есть мне так удобно. Дальше. Очень важная вещь. Я сейчас вам расскажу немножко по структуре. Вообще интересно, мы теперь по практике перейдем? То есть, чтобы была система им... Значит, как я сделал? Это структура студии. Структура работающей студии, которая позволяет... Что она позволяет? Позволяет выйти из оперативки, да, нам, и заниматься именно управлением бизнеса, а не работе в нем. Большая проблема в том, что руководители даже не могут выйти из этого состояния и постоянно в нем находятся. Вот эта система, она позволяет это сделать. Я сейчас хочу рассказать, ну, показать эту структуру, и по ней будет понятно, какие действия нужно совершить каждому из нас, чтобы работать над бизнесом, а не в нем. Я не знаю, просто система студии, система компания. Система орехов, назовите. Часть системы. Для чего я сейчас систему нарисую? И систему, чтобы показать, это тоже важно. На самом деле, это немножко отвлечение от темы. Но самое главное, если мы говорим про классификацию, я хочу показать, где у нас находится упаковка, чтобы вы поняли связь со всем остальным. И кто этим должен заниматься, как? Так, что должен делать руководитель? Он нанимает ключевых сотрудников. Я вот наверху напишу в облачках, собственно, что он делает. Это вот партнерство, условно говоря, либо найм ключевых сотрудников. Второе, он занимается саморазвитием, чтобы себя прокачивать, отдых. Тоже это напишу. То есть это его работа, по сути, отдыхать и привносить в компанию новые мысли. И третье, это я коняшку нарисую. Здесь все закодируем. Почему коняшка? Помните, было что, где, когда? Болчок такой бегал. Очень легко запомнить, что, кому, что, что, где, когда, че, ге, ка. В общем, что мы продаем? Это, по сути, маркетинг, да? То есть что, кому, да. Да, это конь в этом, ну, так у меня получилось. Конь в этом самом. То есть это маркетинговая история, это аватар, он здесь все это продумает. Продукт какой? То есть что мы продаем? Почему там конь? Конь, ну что, где, когда. Помнишь, был такой волчок? Ну, я так закодирую, не знаю, закодируйте как угодно. Ключевой вопрос, кому мы продаем, что мы продаем, да, и как? Так, кому, что, как. Ну, не что, где, когда, там другая будет аппаратура. Кому, что, как. Так, дальше. Дальше у меня идет такая штука. Это M. Это система контроля времени. Очень важная история. Она заключается в том, что вся наша структура дальнейшая, которую мы будем делать, она оценивается не по личностям, а по результатам. Дальше у нас идут разделы. Три раздела главных. Здесь деньги. Здесь продукт. Здесь административная работа. Написание. То есть то, что продержит нас бизнес. Я не буду сейчас детали здесь расписывать. Нас сейчас не сильно волнует. В целом здесь есть. Это наш производственный процесс, чтобы мы понимали. Если у меня создание дизайна, это может быть. У кого-то это там создание курсов, продуктов. У кого-то написание статей, что угодно. Любой производственный процесс он здесь. Здесь у нас то, что позволяет нашему бизнесу работать. Офис, бухгалтерия, юридическая история. Это административка, да. Сюда же входит написание документов, создание документов. То есть вся административная деятельность. Почему эта схема? Она очень простая. Легко запоминается. И по ней ты можешь легко понять, где ты находишься и что тебе делать. А в продукте, когда у тебя есть все производственные процессы отдельно, а в продукте у тебя что? В продукте? Да. Вот это? Это производственный процесс. Технология. Производство процесса. А второе дело, это что? Вот это? Да. Это деньги. Это продажа. Продажа, продукт и административка. В принципе, вот сюда вкладывается все, что угодно и раскладывается. Сюда, естественно, можно человека поставить. Сюда можно человека исполнительного директора. И сюда. В целом, это наша задача. Оцифровать всю эту историю так, чтобы все люди находились… То есть, чтобы мы работали условно только с этими тремя людьми и дальше внутрь не лезли. Они сами придумывают. Мы скидываем сюда то, что мы придумали, и они это все внедряют. Ну, это в идеале. На практике такое редко встречается. Ну, пока, да. Но мы до этого точно все дойдем, дорастем. Ну, кто планирует расти. Есть абсолютно понятные шаги, как это делать. Вы сейчас прям сами все увидите. Ничего сложного. Я когда нарисовал все это дело, я понял. То есть, я себе взял вот этого человека, меня закрыл. Я занимаюсь автоматом вот этим. То есть, у меня эта часть. И административку я какое-то время посвятил. Я полтора года делал все документы. У меня 150 документов в студии. Это позволило, по сути, полностью выйти из бизнеса по дизайну. То есть, сейчас делают люди даже лучше, чем я делаю по моим процессам. Отлично работает. То же самое я сделал со студией визуализации. Это другая история. Сейчас я это делаю. Каждый раз все быстрее и быстрее. То есть, первый раз я несколько лет делал. Второй раз полтора года. Третий раз вот где-то 2-3 месяца. В целом, это просто копипейст. Почему копипейст? Сейчас я покажу, давайте это расскажу. Вы увидите, что меняется только вот эта одна история и написание документов. Все остальное остается. Не надо каждый раз придумать велосипед. По продажам. Есть 4 всего темы, стратегия по продажам. Это вот чемоданчики я нарисовал. Это прямые продажи. Ну, как вот человек ходит там по подъездам и продает пылесосы Кирби. Ну, либо звонит напрямую. Короче, это любые прямые продажи. Вторая часть – это экспертные продажи. Загодируйте, если хотите. Третья часть и четвертая. Четвертая – это сообщество. Что это платит? Что тут экспертные продажи? Сейчас я расскажу. Значит, четвертая – это сообщество. И третья – это известность. Так, нарисую. Чувака на сцене с микрофоном. Это 4 вообще типа возможных продаж. Когда нам говорят, что самое главное – это продажи для бизнеса. Многие так говорят. Очень часто подразумевают, что лендоз, трафик, отдел продаж и все остальное. Это один из четырех всего способов. В целом этого вообще может не быть. У меня этого никогда в жизни не было вообще. Никогда у меня не было этого. И, может быть, пока и не будет, но это тоже надо. В идеале, конечно, все собрать. Идеально работает известность, личный бренд. Отлично работает. Прям супер. Почему? Потому что это сразу умножает на 10. Любые действия умножают на 10. Чем ты круче эксперт, тем лучше у тебя покупают. И это очень важно качать. Очень важно качать экспертность. Потому что тут же ты выделяешься. И сообщество тоже очень крутая штука. Если ты становишься лидером, условно, назовем это так, сообществом. Давайте называть это сообществом. Но мы понимаем, о чем мы говорим. Оно выстраивается по понятным абсолютно критериям. И ты с ними взаимодействуешь уже с людьми. Уже не встает там, почему ты, почему тебя купить. Значит, что это такое? Были вопросы. С этим понятно. Здесь лендоз. Так, назовем. Лендоз, отдел продаж. ОП. Прямые продажи. А? Верхам прямые продажи. Это прямые продажи. Ну, как они делаются? Я, условно, это лендинг какой-то. Страница захвата. Ты получаешь лид, и ты начинаешь ему названивать. Простая классика. Ну, или не названивать, а отсылать письма. То есть ты идешь к нему. Вот что самое главное. Вторая часть, экспертность. Это то, что мы делали упаковку для всех, ну, для себя. То есть мы пишем статьи, мы записываем видео умные какие-то. Да, вот мы рассказываем, как вот, как какой-то стратегия, какая-то тема. И выкладываем по всем ключевым позициям, выкидываем видео в YouTube на форуме. Я так сделал. Очень классно работает тоже. То есть ты, по сути, засеиваешь своим контентом информационное поле. И люди, вбивая, они тебя не знают, но вбивая поисковые запросы, они видят тебя, твое видео. И дальше они уже приходят на сайт. Отлично работает. Понятно, да, о чем это? Понятно? Супер. Третье, это мы умножаем все экспертность на 10. То есть они смотрят не просто твое видео клевое, да, там, Николай, допустим, отличное видео, контент, супер, да, но вопрос возникает, кто такой, почему он имеет вещать. Если у тебя есть регалия, да, то есть почему кто такой, у тебя усиливает этот эффект в 10 раз. Вообще. Просто разрывает. У меня так было, я так сделал, собственно, отлично работает. Поэтому, если у тебя вот это собрано, ты можешь вот это вообще не использовать, у тебя будут отличные доходы и вообще все будет супер, если ты именно это качаешь. Поэтому тут нет как бы правильной части, мы выбираем любую из тех, которые начинаем. В идеале все, конечно, вместе, но как бы начать можно с чего-то одного и добиться. То есть там эксперт не стерегали, а там прямые продажи. Да, прямые продажи, да. То есть тут мой продукт. Тебе нужен этот продукт? Нужен. Ты хочешь заработать миллион? Пожалуйста, покупай. А здесь ты хочешь заработать миллион именно со мной, то есть именно у тебя. Я тебе верю, поэтому я чувствую, что ты дашь мне миллион. Ты можешь здесь не обещать даже ничего. Ты говоришь, ну я не знаю, ты сам, конечно, смотри. И он все равно будет идти. Даже тут отталкивание работает. Так. И сообщество последнее. Сообществом тоже понятно, да все. Создаешь единую структуру на основе философии, с которой работаешь. Где здесь у нас упаковка? У нас есть две вещи. Литген. Вот здесь очень важная вещь. Это ступни, да, у нас человека нашего, получившегося. Это руки, ноги, ступни. Легко запомнить. И здесь у нас упаковка. Это фундамент. Вот так вот сделаем. Человек стоит крепко на земле. И как мы уже неоднократно обсуждали, если фундамент у нас плохо построен, все остальное это просто будет метание. Литген должен быть для любой истории. Для прямых продаж, что это? Это деньги ты вкладываешь? Вкладываешь. Для известности, что ты делаешь? Набирать нам надо людей в залы. Как-то кто-то должен набирать, чтобы показать, где мы известны. То есть кто-то этим должен заниматься. Отдельные стеры. Для экспертности, кто-то должен контент распространять. Ну, литген, да, получается. А дальше оно идет автоматом. И для сообщества, ну, ты, собственно, строишь инфраструктуру. Если все остальное простроено, оно идет уже автоматом. И ты делаешь книги, статьи какие-то. В общем, всякую ересь там несешь. Но к тебе люди приходят, потому что у тебя уже все это простроено. То есть этим здесь литгеном ты занимаешься. В общем, литген – это прям фундамент, после которого ты можешь передавать уже. Вот здесь есть своя структура продаж. То есть чтобы было понимание, каждый из этих частей, почему я говорил, что все это одинаково? Потому что в каждой из этих частей – это производственный процесс. Он может вот сюда трансформироваться. Понятно это? Объясню. К примеру, как стать известным? Ты можешь стать самым известным, а можешь нанять кого? Пиар-агентство. Что такое пиар-агентство? Это агентство с точно такой же организацией, у которой пиар находится вот здесь. И ты, понимая, как строится производственный процесс в любой теме, ты можешь автоматизировать абсолютно одинаковую любую тему. То есть ты берешь эту структуру и говоришь, а теперь мы пиар-агентство. Хоп, сюда. Такую же структуру строишь. А теперь мы прямые продажи. Отдел продаж как делать? Хоп, сюда. Все то же самое. Потом, хочешь экспертом быть, это у тебя контент, как называется, журнал с контентом, да? Это тоже редакция по сути. Тоже хоп, сюда. Все одинаково. Да, это производство. При этом упаковка у нас разная, мы ее один раз делаем. Она для всех, получается, сделана один раз. И литген, он тоже в целом у нас одинаковый. То есть мы просто меняем данные из упаковки, но механизмы одинаковые. Это очень сильно упрощает. То есть вообще вот это понимание, что тебе не все это надо строить, а это все взаимосвязано, тебе надо несколько опций сделать, это все очень круто. И когда ты видишь, что это, 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 это одинаково через структуру, ну ты такой радуешься, потому что тебе не 10 лет это делать, а в принципе уже все готово, тебе надо просто букву поменять. Так, с этим понятно? Упаковка. Почему она здесь? Откуда она идет? В целом у нас вот человек здесь. То есть наша работа, как собственник, мы должны очень сильно и хорошо понимать, что наша работа придумать, какой продукт мы делаем, ну это прям наша работа, кому продаем, как вот всю упаковку мы должны сделать. Но не факт упаковки, то есть не мы видео записываем, ну как бы создание физического, но мы должны сделать подготовку. И вот мы сейчас именно подготовкой вами займемся, что мы как собственник должны сделать и дальше это загрузить. С этим все понятно? Есть ли вопросы? Так, теперь для кого мы упакуем? Формат упаковки. Мы должны это тоже понимать, потому что когда мы делаем сам продукт, у нас четкая, помните, ключ к миру клиента и кто клиент. Для кого мы делаем? Мы делаем для, не для, а как, кого мы можем упаковать? Себя, я, как Саша делал. Для каких ситуациях упаковка себя может быть полезна? Ну когда кто-то незнакомый спрашивает у тебя, кто ты. Да, какую пользу, сейчас мы сразу к пользе будем каждый раз приходить, какую пользу человек получит, узнав о тебе? Доверие как-то в стереотипе. Это для тебя, а для него? Что я могу получить от тебя? Да, и почему именно от тебя? То есть он, что это значит? Он уже, значит, заинтересовался предложением, да, каким-то, и ему интересно. То есть просто так смотреть там на Сашу условно неинтересно. Я про Сашу буду говорить, потому что был уже пример, есть с чем представить. Просто так про него смотреть неинтересно. Но если у меня заранее было какое-то предложение, такое уже интересно, а кто такое предлагает? То есть я уже хочу разглядеть эксперта. И вот эта упаковка работает, когда у нас есть заранее какое-то общение с клиентом. То есть мы это тоже понимаем. Мы – это компания. Рисуем. Человечка. Когда человеку интересно посмотреть его компания? Инфу. Когда у кого-то в уме взбредет в голову, посмотреть, чем вы занимаетесь. Когда он хочет стать клиентом. Да, то же самое. Значит, у него есть какое-то понимание, что ему нужен этот продукт, и у него встает вопрос, почему именно мы. И последнее – это упаковка продукта, когда у него возникает желание упаковки продукта. посмотреть о нашем продукте. Когда? Потребность когда есть. Когда потребность есть. Когда есть боли, наверное. Да, боли, потребность. То есть когда он понимает, условно, что ему это нужно. То есть это такие базовые вещи, до которых еще какие-то действия есть. Так, теперь для кого мы можем сделать? Давайте… У нас сколько времени вообще? 10.67. А мы уже выбились, да? И до практики не дошли. Мы практику будем делать? Да. Ну, можем перейти к практике. Могу рассказать. Рассказывай. По времени просто, я так понимаю, мы сами регулируем, да? Когда надоест, вы скажете, все, хватит. Так. Все, походи. Все, пойду сейчас. Покреатив, для кого могут быть упаковки? Вообще. Для кого мы можем сделать упаковку? Какие есть варианты, опции? Для кого? Для ключевых людей и компаний. Упаковка ключевых для… Нет, смотри. Вспоминаем определение. Определение – это всегда для кого? Для человека. Конкретные аватары нужны? Ну, в целом, да. Просто давайте накидывайте. Для кого упаковка? Какое-то новое сообщество, тебе нужно представиться. Так. Репрезентация для незнакомых людей. Вот, для незнакомцев, правильно? Отлично. Спасибо. Незнакомцы. Еще. Еще. Для кого? Для клиентов? Для клиентов. Давайте, у нас много там штук. Для конкурентов. Для партнеров. Так. Для конкурентов какая упаковка, что для них нужно? Ну, мы должны… У меня такого нет, интересно. Вентиляция как-то, какие-то… Смотри, ты показываешь о себе конкурентам. В каких случаях они будут смотреть, и какую пользу они получат из этого? Да, у меня успех. Ну, как бы, окей, а им зачем это смотреть? Позавидовать? Ну, это их тоже… Копируй. Их… Ну, мы спорим, что лучше этим не заниматься… Это же тоже какие-то прогрессы, да? Мы что-то создаем лучше, другие… Мы же тоже смотрим конкурентов для того, чтобы развиваться. Так, значит, конкуренты. Как я себе представляю? То есть, чтобы у них была зависть, что ли, или что? То есть, они посмотрели… Ты сделала упаковку и отсылаешься к конкуренту. Была демотивация этим? Демотивация, да, давайте вот так. Все, ниша занята, я здесь топчик. Отличная тема, молодцы. Я до этого даже не додумался, мозговой штурм пошел. Еще. Молодцы, да, партнерство. Двух вариантов, какие бывают? Конкуренты. Следующий причем. Да, давайте, кто распространяет вашу продукцию у партнера? Да, внешняя. Ну, кому мы даем процент от продаж, да, допустим, наши дилеры? И второе, это кто? Ну, внутренние, да, сотрудники, кто вот там вот у нас занимает ключевые должности. У нас должна быть упаковка и для тех, она разная, да, как мы понимаем? И для этих. Внешне на ВИП и масса выделится. Внешне на ВИП и масса выделится. Да, но это уже ниже идет градация. Еще, какие люди бывают? Люди, 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 люди. Ну, ВИП. Это уже градация. Клиенты, конечно. Клиенты, да, вот клиенты. Давайте, смотрите, может быть для прессы упаковка? Да, потому что СМИ. СМИ. По себе, да? Что еще может быть? Сотрудники. Чтобы продать, почему у нас работать надо? Что, почему? Да, сотрудники. Семь. Еще. Инвестор, Саша. Когда ему надо продать идею? Еще. Государство. Государство. Для контрагентов. Государство, кстати, да. Да. Крупные корпорации, да? Государство. Корпорации. Николай же в школу продвижения. Да, 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 да. Я даже сегодня об этом говорил, но не записал. Молодцы. Контрагенты, может быть? Контрагенты. Что такое контрагенты? Ну, заказываешь продукцию или там, что ты их поставляешь. Зависит, а на какие? Подрядчики. Подрядчики. Чтобы подрядчики видели, чем ты занимаешься. Подрядчики, да, отлично. Подрядчики. То есть, ты, допустим, говоришь, мы такие крутые, дайте нам цену дешевую. Да, например. Не обязательно так. Иногда просто дизайнер нам дать свою упаковку, чтобы он понимал, что отражает звук. Ага. Что мы, что мы. Окей. Смотрите. Тут на самом деле можно подумать. То есть, что мы сейчас придумали, это не финальный список. Да, вот у меня уже здесь двух пунктов не было. Мы можем креативить. Да, мы всегда понимаем. И каждый раз, когда мы понимаем, опа, новая аудитория, новый клиент, мы понимаем, что делаем ли мы упаковку. По сути, мы даем задание нашим сотрудникам взять уже готовые материалы и добыть необходимые. И по формуле сделать одно и то же. У меня еще секретарша клиента. Когда ты обзваниваешь в холодную, тебе надо перейти через, как это называется, через секретаря, да, получается. Объяснить, почему ей выгодно сейчас донести, что с тобой надо встретиться своему руководителю. В случае детей, например, это ее родители. Да, 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 через вторая производная. То есть, тоже это интересная информация. Ты будешь отсылать о себе, она говорит, ну нет, что с этого. У них свои выгоды, вот что надо понимать. Да, он говорит, когда ты звонишь условно, ты можешь как сказать, что ты иди скажи, потому что это очень крутое предложение, вот почему. И это все срастется, и тебя заметят таких людей, которые видят такие предложения и не сбрасывают их по телефону, тебя повысят. Ну, то есть, в дальнейшем. Ну, как-то так можно. Что еще? Клиенту-клиенту. У меня еще есть такое написано, как ни странно. Очень, у меня такое случается, что, ну, может быть, у вас тоже, да, что ваши клиенты, да, и у них еще тоже есть клиенты, и вашим клиентам, которые еще не ваши клиенты, советуют другие клиенты, они говорят, ну все, туда точно надо идти. То есть, как бы, тоже вторая производная. Это тоже подготовить, можно объяснить. Как рекомендации отзыва давать через следующих. Как правильно давать, по сути, рекомендации отзыва. Ну, и последнее, давайте, такое, это маме. Маме. Для чего маме? В целом, да, неплохо, но ключевое здесь, чтобы это все было просто. Ну, то есть, чтобы человек любой понял, чем мы написали. То есть, ну, то есть, этот пункт здесь не столько, чтобы маме похвастаться, это тоже прикольно, а чтобы всегда было напоминание, что максимально просто, понятно, без загруженности это все было. Если мама поймет, то все клево будет. Если она начинает, что там это за термины, что это, к примеру, уведут, то точно не работает. Тогда можно и жене, чтобы поддерживала. Маме, жене, ну, давайте это будет, там, у нас такой подорвень. Женя, да, чтобы поддерживала. Так, отлично. А у нас, кстати, кончились листы, да. Это знак. Давайте придем к практике, покреативим, давайте, а потом я покажу, как это может выглядеть. Продолжение следует...